Первое в этом году еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители управлений и ведомств подвели итоги минувших новогодних праздников и наметили рабочие планы на предстоящий период. Подробности у нашего корреспондента Луиза Егизарян. В период новогодних праздников в Люберецкую полицию поступило 2500 обращений. 33 из них стали поводом для возбуждения уголовных дел. 28 преступлений раскрыто по горячим следам. Также за время праздников было 155 ДТП. Из них три пострадавших, один труп. Также было совершено одно убийство, которое раскрыто по горячим следам. Два разбойных нападения, один грабеж. Все раскрыто по горячим следам. С 31 декабря по 8 января личный состав Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона дежурил в усиленном режиме. Но новогодние праздники обошлись без серьезных чрезвычайных происшествий. На территории округа произошло пять пожаров. Никто не пострадал. Три пожара произошли в частном жилом секторе и два в жилых квартирах. Семь раз оказывали помощь соседям с соседних сопредельных гарнизонов. Система ЖКХ городского округа работала в штатном режиме. В настоящее время в девяти многоэтажных домах продолжается замена лифтов. Совершить эту работу планируется до 28 февраля. Для содержания в технически исправном состоянии сети уличного освещения управление ЖКХ совместно с подрядной организацией ежедневно ведется мониторинг обращений граждан и проводятся выездные проверки. В период с 9 по 10 января поступило 8 заявок. Закрыто 5. Управляющие подрядной организацией ежедневно приводили в порядок дворовые и общественные территории. В уборке было задействовано 94 единицы спецтехники и около 1000 человек. 4 декабря представителями Министерства благоустройства проводилась внеклановая проверка дворовых и общественных территорий городского округа Люберцы. По результатам проверки работа городского округа Люберцы оценена положительно. Замечаний нет. В проделанной работе отчитались также представители управления дорожного хозяйства, службы ЕДД 112 и медицинских учреждений. А в конце совещания руководитель Люберецкого подразделения Мособлпошспас Олег Хатин напомнил о мерах безопасности во время крещенских купаний. Луизей Газарян, Валерий Абсалямов, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ.